Привет! Заходи на мой канал мобильных игр. Там я летсплей более 10 мобильных игр. Таких как Clash of Clans, World of Tanks Blitz, Hearthstone, Vainglory, Sage и много других. А также обзоры мобильных игр. Все что касается мобильных игр ты найдешь там. Всегда найдется что посмотреть. Ссылка на канал в описании. Всем привет! С вами я Вова Тишевский и перед вами EasyCast. Это такой HDMI-донгл на типа Chromecast. Вообще по внешнему виду он очень похож. Даже тут какой-то глазок, который похож на логотип Chrome. Ну в общем-то о сходствах мы не будем. И так хватает нам жизни сходств всяких разных. Вся суть в том, что этот донгл поддерживает через AirPlay и через Miracast соединение устройств к, к примеру, к телевизору. Или же, как я буду показывать, к проектору. И в принципе этот EasyCast, как и проектор, были заказаны подписчиком через бесплатного посредника. В общем-то мне это интересно. В принципе я для себя много-много интересной информации узнал. В общем-то не будем о коробочке. Давайте посмотрим на этот EasyCast. Я его показывал в распаковке посылки. Но, как говорится, тут не помешало бы еще немножечко рассказать. Он из пластика сделан. Здесь HDMI разъемчик. Также есть тут кнопочка и разъем microUSB. Этот разъем microUSB нужен для двух вещей. Первое, для подключения к USB. То есть вот сейчас, видите, мы видим USB разъем. И вот такой вот передатчик. Видите, тут написано Wi-Fi с двух сторон. Но с одной стороны есть такие отверстия. Наверное, это для того, чтобы то ли Wi-Fi лучше ловило, то ли динамик. Вряд ли здесь какой-то микрофончик. Скорее всего, это просто для того, чтобы проветрилось. Потому что здесь вот на самом доме тоже есть такие отверстия. И также microUSB для питания. То есть нам необходимо будет питание. И нам необходимо будет HDMI. Все это идет в комплекте вот в таком. То есть и в принципе стоит совершенно недорогих денег. Самое, наверное, основное, что хотелось бы сказать. Это то, что он стоит адекватный денег. В районе до 15 долларов можно его купить. Причем, что, к примеру, тот же самый Chromecast. Он стоит 35 долларов в США. А у нас и все до 50 требуют наши, как говорится, умельцы, которые закупили это все дело в США. Особенность заключается в том, что необходимо будет питание. Если в вашем телевизоре или проекторе, который вы подключаете, нет USB разъема, то вам придется то ли купить адаптер, то ли взять адаптер с вашего смартфона и подключить сюда и в розетку. А если есть USB, то тогда мы вставляем USB. Здесь даже специальный есть для как раз вот именно таких случаев. Все это устанавливается и выглядит вот таким вот простым элементарным способом. Теперь, что касается настройки. Давайте мы сейчас будем это все дело настраивать. Для этого есть у меня планшет. Я включил проектор, то есть для того, чтобы воспроизводилась картинка. Теперь я запускаю планшет и у нас получается необходимо подключение. Для того, чтобы подключиться, необходимо перейти в Wi-Fi и переподключиться на EasyCast OTA. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Когда мы первый раз включаем проектор или любое устройство с этим донглом, то необходимо выбрать источник картинки HDMI. Обязательно, чтобы был источник картинки. И вот так вот все высвечивается. Далее. У нас есть тут QR-код. Любое Android или iOS устройство имеет QR-код приложения. Если нет, то тогда можно установить. Блин, это легко это сделать. Заходите в магазин, напишите QR-код и потом считывайте этот QR-код. И потом я вам покажу, что там будет. Сейчас чуть расскажу здесь. Далее. В правом верхнем углу у нас показывает слева от донгла. То есть посредине беленькое это донгл. Слева донгла показывает, сколько устройств подключено. То есть сейчас одно устройство подключено к донглу. И справа роутер, который тоже мы уже подключили к донглу. Сейчас я вам на планшете покажу, как мы это все сделали. Но необходимо сначала сосканировать QR-код. И тогда вы получите доступ непосредственно. Или же через степ 2. Как вы видите, 192.168.203.1. То есть через него вы также получите доступ к этому донглу. И доступны возможности настройки. Как на iOS, так на Android, так на Mac и на Windows. То есть практически для всех, кроме Ubuntu, в принципе, Ubuntu не обязательно. Ubuntu можно и без проводных подключения подключить. В общем-то, пофиг. Вот так вот все это выглядит в меню. Просто, легко, удобно и для людей. И самое главное, что дальше все будет еще на русском. Так что, вот, круто. Молодцы. Вот такая дешевая фигня, а такую фишку делать. Теперь давайте посмотрим на планшет, как там все это выглядит. Итак, мы вводим 192.168.203.1. И сейчас мы будем получать доступ. Вы видите, Air Setup. И мы нажимаем Air Setup. И мы получаем доступ к настройкам этого донгла. Мы можем выставлять разрешение, с которым мы будем транслировать картинку. Даже 60p можно картинку. То есть, если вы будете играть в игры, то никаких тормозов вы не заметите. Также вы выставляете пароль доступа. Следующее. Это вы подключаетесь к интернету. Донглом обязательно нужно подключиться к интернету. Также выбрать язык русский. Также есть режим работы. То есть, если вы работаете с устройствами Apple, то вам нужно использовать AirPlay. Вот. Если вы используете устройство на Android, то это Miracast. Видите, AirPlay или Miracast 2 доступно. А также обновление. Сейчас 13761. Это самое последнее обновление. То есть, никакого дополнительного не требуется обновление. В общем-то, здесь тоже весьма все просто, понятно. В общем-то, здесь все тоже просто, понятно. И без каких-либо сложностей. Потом нужно обязательно все перезагрузить. И когда все перезагружается, вот здесь должны появиться коннекты. Как видите, все законнектилось. То есть, слева-справа. То есть, и к стику подключился и устройство, и подключено к интернету. И это радует, что все работает. И теперь будем на планшете настраивать дополнительно подключение. Все это делается очень просто. Мы заходим в настройки планшета. И нажимаем еще. Ну, в данном случае это в Mi Pad. И вы видите здесь в виде вывод изображения на экран по сети Wi-Fi. И теперь, сейчас оно будет искать необходимый нам Easy Cast. Вот. Мы нажимаем на Easy Cast. И сейчас Connection in Progress идет в данном случае. То есть, сейчас идет процесс подключения. Итак, мы видим, подключился планшет. И давайте посмотрим непосредственно сам процесс. Как все это работает. Вот, кстати, текст. Конечно, беспроводной текст виден не очень-то хорошо. Качество такое себе средненькое. Но это, скорее всего, связано с тем, что 4 на 3 соотношение сторон в планшете Mi Pad. И поэтому такая вот картинка. Давайте мы какую-нибудь игрушку сейчас запустим. Ну, давайте какую-то мега простую. Вот, чтобы долго не ждать загрузки. И мы запустим Clash of Clans. В принципе, задержка реакции есть небольшая. Где-то полсекунды. Вот. Также при мелком тексте ничего не видно. Вот давайте сейчас. Мы смотрим на текст. Не видно. Вот так уже видно. Уже читабельно. Там готовить переполнено-переполнено. А вот так вообще шикарно видно. Ну, и на максимум тоже, я надеюсь, вам тоже очень даже хорошо видно. Вот весь этот процесс. Вот так все это происходит. Что касается звука. То звук воспроизводится непосредственно на проекторе. И громкость звука настраивается на самом проекторе, как вы видите. То есть она не настраивается на устройстве. То есть на устройстве она просто или выключается, или включается. И все. То есть вот так. В общем-то неплохо. Неплохо. Звук передается достаточно громкий. Но это все зависит уже непосредственно от источника воспроизведения аудио. На этом я буду заканчивать. Хочу сразу сказать, что я, возможно, не все-все-все функции, которые есть у этого изи каста, показал. Но хотя бы некоторые функции показал. И, по крайней мере, понятно то, для чего он вообще предназначен. Кстати, будет прикольно использовать как камеру. А, круто. Смотрите. Сейчас я использую его как камеру. Правда, оно почему-то вертикально. Вот. И сейчас мы попробуем зафокусить. О, видите, фокус картинки. Круто, да? И давайте на меня. И, конечно же, мы сделаем селфачок. На этом я буду заканчивать свое видео. Спасибо вам большое за то, что смотрели. Не забывайте подписываться, ставить лайки. И еще увидимся в новых видео. Всем пока. А также подписывайтесь на страницы социальных сетей. Группу ВКонтакте, Инстаграм и Твиттер.